Дорогие коллеги, извините за задержку. На правах председателя я объявляю открытым заседание диссертационного совета ФЭВМ 010407-007 по защите диссертации Кирова Елены Михайловны «Микроскопическая динамика и механизмы нуклеации в металлических однокомпонентных стеклах», представленной на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010407 «Физика конденсированного состояния». На заседании присутствуют шесть членов диссертационного совета из шести. Мы сейчас произведем краткую перекличку. Прошу на фамилию, так сказать, отозваться. Либо руку поднять, либо, ну, голосом. Значит, председатель диссертационного совета Глушков Владимир Витальевич я. Заместитель председателя совета Иванов Виктор Владимирович присутствует здесь. Члены совета Васин Михаил Геннадьевич. Михаил Геннадьевич, слышите нас? Слышит. Значит, ну, Михаил Геннадьевич, вы все-таки, может, кручите общий телефон, в смысле, этот самый звук на компьютере, если есть возможность. Через телефон плохо слышно. Григорьев Федор Васильевич. Федор Васильевич, я вас вижу. Слышите нас? Видите? Да, я здесь. Все, все, вижу, да, просто картинка статическая. Спасибо. Александр Евгеньевич Майер. Александр Евгеньевич Майер. Я здесь. Добрый день, да. Сейчас, 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 сейчас. Микрофон вот этот, да? Так, и Юрий Дмитриевич Фомин. Юрий Дмитриевич, мы вас видим, вы нас слышите, видите, связь есть. Так, спасибо. Значит, ведущей организации выступает Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии наук. Так, слово предоставляется ученому секретарю. Вячеслав Михайлович, пожалуйста. У нас поступила диссертация Кирова Елены Михайловны, автореферат, отзыв научного руководителя, заключение организации, где проводилась работа, это Московский физико-технический институт, два отзыва, Тропин Тимур Васильевич и Жуховицкий Дмитрий Игоревич, протокол о приеме к защите. Сведения о ведущей организации, отзыв ведущей организации и отзывы членов Совета. Значит, Кирова Елена Михайловна закончила Московский физико-технический институт. Диссертацию выполняла в Объединенном институте высоких температур РАН. Окончила магистратуру МФТИ и аспирантуру. Справка о сдаче кандидатских экзаменов имеется. Выдано в 2020 году. Так что, это все, что касается входных документов. Да, еще два отзыва на автореферат поступили. Я их зачитаю позже. Так что, сейчас мы слушаем. Так, уважаемые члены Совета, есть ли вопросы к ученому секретарю с материалом диссертанта? Нет вопросов, но я так понимаю, да. Если что-то, да, поднимайте руки или устно, как удобно сесть вопросам. Вопросов нет, тогда мы можем переходить к сообщению основных результатов научного исследования. Пожалуйста, Елена Михайловна, вам не более 20 минут. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель диссертационного совета, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, мой доклад посвящен микроскопической динамике и механизму нуклеаций в металлических однокомпонентных стеклах. Итак, металлические стекла обладают уникальными механическими свойствами. Из-за отсутствия дальнего порядка в расположении атомов они обладают высокой удельной прочностью и значительно превосходят кристаллические материалы по этому показателю. Также их отличает высокая твердость, износостойкость и сопротивление коррозии. Признаком высокого качества таких стекол является отсутствие кристаллических включений, поэтому процесс нуклеакции и способы управления ростом кристаллитов изучаются как теоретически, так и практически. Чтобы произошел переход из жидкости в твердое морсное состояние, необходимо, чтобы скорость охлаждения была выше некоторой критической величины, критической скорости охлаждения. Для сплавов такие скорости оцениваются 10,3-10,6 кельюн в секунду. Для чистых металлов из-за отсутствия структурной сложности такие скорости оцениваются миллиардами кельюн в секунду. Поэтому получение металлических стекол в эксперименте считалось невозможным. Однако в недавнем времени был предложен способ статей 2014 года, где предлагается способ сфер-быстрого нагрева и охлаждения, который позволил получить металлические стекла для чистых металлов, таких как ванадий, тантал и молибден. И скорости охлаждения были порядка 10-14 кельюн в секунду. Такие скорости охлаждения достижимы в молекулярной динамике. Таким образом мы получили возможность более полно исследовать процесс стеклования и кристаллизации. Значит, основные цели и задачи. Первое – это исследовать особенности поведения автокорреляционных функций сдвигового напряжения в процессе резкого охлаждения жидкой металлической пленки. Второе – сопоставить полученные особенности с ранее предложенными критериями стеклования. Это скачок вязкости, изменение теплоемкости, динамические структурные критерии. Третье – разработать методику анализа процесса нуклеации, металлических однокомпонентных стеклах с учетом геометрической формы кристаллических зародышей. Четвертое – в пленках ОЦК металлов различной ширины исследовать начальную стадию роста кристаллических зародышей при температуре ниже температуры стеклования. И последнее – изучить влияние скорости охлаждения на динамику роста кристаллических кластеров в пленке аморфного металла. Итак, основные положения выносимы на защиту. Первое. В процессе изобарного охлаждения пленки жидкого алюминия установлены следующие особенности поведения автокреляционных функций сдвига напряжения. Это изменение скорости спадания функций, увеличение разброса между значениями функций на множестве различных реализаций процесса и переход функций к колебательному виду. Второе. Установлено, что резкое изменение скорости спадания корреляции, возникновение неравновесности в системе, появление поперечного звука происходит в одном и том же температурном интервале, в котором наблюдаются скачки вязкости и теплоемкости. Поэтому установленные особенности могут быть использованы в качестве дополнительных критериев стеклования. Третье. Была разработана новая методика анализа процесса образования кристаллического зародыша, учитывающая наряду с размером зародыша степень его отклонения от сферической формы или асферичность. Установлено, что в танталовой пленке при температуре ниже температуры стеклования доминирующим является механизм роста через поглощение маленьких кристаллитов более крупным. Установлено также, что долгоживущие кристаллические зародыши имеют одинаковые размеры и близкие значения параметра асферичности. В пленке молибдена при температуре ниже температуры стеклования выявлены два основных механизма нуклеации по мононуклеарному сценарию и через присоединение малых кристаллитов к более крупному. В стекле, полученном при низких скоростях охлаждения, более вероятен первый механизм, а при увеличении скорости охлаждения начинает преобладать второй. Итак, новая критерия стеклования. Процесс стеклования был исследован на примере тонкой пленки алюминия. При моделировании использовался потенциал погруженного атома. В исходной конфигурации атомы располагались в узлах ГЦК-решетки с параметром, показанным на слайде. Размер системы был 32 800 атомов. Далее, на начальной стадии проводилось плавление кристалла при 2000 кельвинах в течение 900 пикосекунд и при 1500 кельвинах в течение 5 пикосекунд. Свободное пространство в расчетной ячейке позволяло пленке менять свой объем в процессе расчетов. Полученная система охлаждалась с постоянной скоростью и в процессе охлаждения сохранялись промежуточные состояния системы, из которых запускался расчет при постоянной температуре, который состоял из двух частей. Это вывод на равновесие и непосредственное вычисление автокорреляционных функций двигового напряжения. Здесь на слайде приведена формула Грина-Куба для коэффициента сдвиговой вязкости, которая основана на вычислении автокорреляционных функций сдвиговых напряжений. Формула приведена ниже. Так как пленка у нас могла менять свой объем в процессе эволюции системы, мы исследовали поведение кинематической вязкости, куда не входит объем. Здесь угловые скобки – это усреднение по ансамблю. Рассматриваясь автокорреляционные функции сдвигового напряжения в плоскости пленки, также в плоскостях, в пермедикулярном плоскости пленки. Итак, в процессе забарного охлаждения металлической пленки расплава алюминия были обнаружены следующие особенности поведения автокорреляционных функций сдвигового напряжения. Мы видим, что с уменьшением температуры у нас проявляются изменение скорости спадания функций. Здесь автокорреляционные функции в плоскости пленки обозначены черным, красным обозначены автокорреляционные функции в направлении перпендикулярной пленки. Далее мы видим увеличение разброса между значениями функций на множестве различных реализаций процесса. То есть мы видим, что рост дисперсии, обозначен серым, с уменьшением температуры возрастает. И переход функции к колебательному виду. Что мы связали с появлением поперечного звука в плоскости пленки. Таким образом мы установили, что резкое изменение скорости спадания корреляций, возникновение неравновесности в системе и появление поперечного звука происходит в одном и том же температурном интервале. А значит являются следствием одного и того же явления. И в этом же диапазоне у нас наблюдаются скачки вязкости и теплоемкости. Установленные особенности таким образом могут быть использованы в качестве дополнительных критериев стеклования. Я перехожу к изучению, к исследованию нуклеации как двухпараметрического процесса. Процесс нуклеации был исследован на примере тонкой пленки Тантала. Моделирование проводилось при помощи АДП потенциала. Здесь уже размер системы был 28200 атомов. Здесь также мы в начальной конфигурации задавали кристалл и проводили плавление кристалла и охлаждение с постоянной скоростью. Система охлаждалась до температуры и ниже температуры стеклования и запускался NVE-расчет в течение 12 нс. Данная процедура повторялась 20 раз. Таким образом был получен ансамбль независимых молекулярно-динамических траекторий. Здесь на слайде показан пример эволюции нашей системы. Мы видим, что у нас в системе есть кристаллические зародыши, которые живут долго. И в процессе у нас резко появляются кристаллические зародыши, которые растут явно быстрее и приводят к кристаллизации всей системы. Мы предположили, что время жизни кристаллического зародыша тесно связано со сложностью его геометрии. Таким образом мы исследовали связь параметра сферичности и времени жизни. Параметры кристаллического зародыша определялись при помощи программы для визуализации и обработки молекулярно-динамических расчетов АВИТО. И она происходила в несколько этапов. Вначале мы находили атомы с ОЦК окружением. Далее мы выделяли кластеры. Таким образом получали набор кристаллических зародышей в системе. И при помощи программы АВИТО Surface Mesh мы определяли объем кластера и площадь его поверхности. На данном слайде показана эволюция, количество атомов в самом большом кристаллите и параметры его сферичности. Таким образом мы анализировали, мы строили такой график для каждой молекулярно-динамической траектории. И значит мы наносили такие графики на один и наносили сетку и считали количество появлений в каждой ячейке. Таким образом, так у нас определялась частота. Таким образом мы получали функцию распределения вероятности кристаллических зародышей. Таким образом была разработана новая методика анализа процесса образования кристаллического зародыша, учитывающая наряду с размером зародыша степень его отклонения от сферической формы или асферичность. И переходим к апробации данной методики. Апробация проводилась на пленке тантала, как уже говорилось. Чтобы понять различия в росте кристаллических зародышей, которые живут долго и которые привели к кристаллизации всей системы, мы рассматривали функции распределения раздельно. Таким образом, вот здесь представлена функция распределения кристаллических зародышей, которые привели к кристаллизации. Мы видим, что рост происходит через переход к более сложной геометрической форме, то есть через рост параметра асферичности. Проанализировав результаты МД-расчетов, мы обнаружили, что рост асферичности обусловлен слиянием кристаллита с маленьким кристаллитом в его окружении. Проанализировав функции распределения для долгоживущих кристаллических зародышей, мы обнаружили аномальный пик. То есть у нас в процессе эволюции системы образуются кристаллиты, которые дальше не растут и живут аномально долго. Данный пик не может быть объяснен в рамках классической теории нуклеации. Мы также взяли систему в два раза больше и также проанализировали функции распределения вероятности. Мы получили, что рост также происходит через переход к более сложным формам, однако аномальный пик здесь долгоживущих кластеров у нас не образовывалось. Таким образом, мы установили, что в тандаловой пленке при температуре ниже температуры стеклования доминирующим является механизм роста через поглощение маленьких кристаллитов более крупным. Установлено также, что долгоживущие кристаллические зародыши имеют близкие значения по размеру и параметру асферичности. И я перехожу к заключительной части – влияние скорости охлаждения на процесс нуклеации. Здесь мы уже рассматривали пленку молибдена между двумя аморфными стенками. Моделирование проводилось при помощи уже EAM потенциала, и размер системы был 14 тысяч атомов. Здесь также мы задавали сначала кристалл, проводили его плавление, и затем охлаждали систему. Также охлаждали систему до температуры ниже температуры стеклования и запускали NVE-расчет. Значит, мы рассмотрели три скорости охлаждения – это 5 на 10-13, 6 на 10-13 и 7 на 10-13, и здесь были выбраны следующие времена расчетов. Значит, для каждой скорости охлаждения такая процедура повторялась по 50 раз. Таким образом, для каждой скорости охлаждения у нас было получено 50 независимых МД-траекторий. Значит, мы проанализировали функции распределения для долгоживущих кристаллитов и получили, что при низкой скорости охлаждения у нас также, как и в Танталии, образуется аномальный пик при том же значении размеров. Однако, с увеличением скорости охлаждения у нас параметры долгоживущих кристаллитов становятся более сферичными, что достаточно нетривиально. Значит, здесь показан пример эволюции параметров кристаллического зародыша размера и параметра сферичности. Мы также проанализировали функции распределения для зародышей, которые закристаллизовали всю систему. Мы видим, что при низкой скорости охлаждения у нас рост происходит так же, как и предсказывает классическая теория нуклеации, через пересход к более сферичным формам. То есть, асферичность уменьшается в процессе роста. Однако, при увеличении скорости охлаждения у нас появляются пики и при высоких значениях асферичности. А при самой высокой скорости охлаждения мы видим, что рост происходит преимущественно через переход к сложным формам. Здесь представлены функции распределения для долгоживущих. Мы видим, что эти области не пересекаются. Таким образом, нам удалось выделить два преимущественных способа роста кристаллических кластеров. Через переход к низким значениям асферичности и через переход к высоким значениям асферичности. Визуализировав результаты МД-расчетов при помощи программы АВИТО, мы получили, что действительно здесь у нас в первом случае рост происходит через, как в классической теории нуклеации, через присоединение атомов по одному. И при уже больших размерах у нас происходит слияние двух независимо образовавшихся кристаллитов. А в другом случае мы видим, что вокруг маленького кристаллического зародыша у нас образуются маленькие кристаллиты в его окружении. И уже с ним происходит слияние. Этим и обусловлено увеличение параметра. Этим и обоснован переход к более сложной геометрии кристаллического зародыша. Мы видим, что слияние с маленькими кристаллитами происходит несколько раз. Вот этот процесс образования маленьких кристаллитов в окружении, этот процесс, он не быстрый, поэтому у нас здесь пики более отчетливые. Таким образом, в пленке молибдена при температуре ниже температуры стеклования выявлены два механизма нуклеации. По мононуклеарному сценарию и через присоединение малых кристаллитов к более крупному. В стекле, полученном при низких скоростях охлаждения, более вероятен первый механизм, а при увеличении скорости охлаждения начинает преобладать второй. Я здесь позволю себе подчеркнуть, что вот этот второй механизм через колесценцию, он не так очевиден, и его не удалось бы выявить без вот этого нового математического аппарата, основанного на функции распределения вероятности. Здесь у меня приведены основные положения. Апробация данной работы проводилась на следующих конференциях, и результаты работы представлены в этих статьях. Все. Спасибо. Коллеги, какие будут вопросы? Виктор Владимирович. Да, у меня один вопрос возник. Сейчас, одну минутку. Слышно? Да, пожалуйста, чтобы все слышали. У меня в десертанту один вопрос возник. Елена Михайловна, вот, вы опираетесь в расчетах, это основная функция распределения вероятности, и вот она, как бы, считается вашими методами, и объем системы, которой вы считаете, он конечный. Да, то есть, вот там порядка, сколько вы называете, порядка около 30 тысяч частиц, и 30 тысяч – это примерно поперечник около 40 атомов, да, размер кубика. Вот, то есть, размер конечный, поэтому там появляется конечное число кристаллитов, которые, зародышей, да, которые вы обрабатываете. Вот, вопрос в том, как вот это конечные размеры системы расчета и конечное количество элементов влияют на погрешность получаемых результатов. Это все-таки численный эксперимент, и как конечные размеры влияют на погрешность их результатов. Да, спасибо большое. Это хороший вопрос. Здесь мы на примере пленки Тантала попытались на него ответить. Вот, получили... Вот, то есть, здесь у нас функция распределения для одного размера, а здесь для более большой. То есть, мы действительно видим влияние размера системы на результат, однако, что было приятно видеть, что у нас, значит, именно вот этот механизм, он, что здесь переход к сложной геометрии, что здесь, то есть, он у нас от размера системы не зависит. А вот этот аномальный пик образования долгоживущей кристаллитии он действительно зависит от системы. Спасибо. Ответили, да? Да, пожалуйста, Вячеслав. Илья Михайловна, извините, у меня вопрос, где лицанты в другой области специализировался. А зачем вообще делать стеклообразные пленки металлов? Вот в химии я это там понимаю, есть приложение, а вот для металла в первый раз такое слышу. Ну, во-первых, они, ну, как я уже отмечала, они обладают уникальными свойствами, они очень, они обладают высокой износостойчивостью, то есть, и они превосходят кристаллические, значит... То есть, есть физико-механические свойства, которые... Да, 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 которые, в общем, много показателей, по которых они превосходят именно кристаллические аналоги. Спасибо. Коллеги, есть вопросы по докладу? Да, Юрий Дмитриевич, пожалуйста, вам слово. Юрий Дмитриевич, микрофон включите. Мы для возбежания эхо отключили, то есть микрофоны отключаются, пока нет. Да, сейчас мы наслышим? Да, да, все в порядке. Так, будьте добры, слайд 9. Так. Вот, там, где показаны автопределляционные функции. Продольные и поперечные. Вот этот. Да. Вот скажите, пожалуйста, вы тут показываете, что дисперсия увеличивается при падении температуры для параллельных, а для поперечных такое же наблюдалось? А здесь она на самом деле нанесена, но она настолько маленькая, что ее здесь не видно. Да. Ну, то есть можно сказать, что для поперечных этого эффекта... Да, да, его практически нет. Ну, и в продолжение одного из предыдущих вопросов, вот здесь у вас проводился какой-то анализ зависимости от размера, потому что понятно, что если вы делаете пленок очень толстой, то поперечные должны приближаться к продольным. Да, да, это хороший вопрос. К сожалению, здесь мы не проводим... Мы не исключаем, что полученные эффекты действительно могут зависеть от размера системы, но, к сожалению, такого анализа не проводили. Нет, ну, просто в пределе бесконечности толстой пленки у вас поперечные должны совпасть с продольным. Да, да, по идее должно, ну, должно стремиться. Ладно, спасибо большое. Так, спасибо. Еще вопросы? Ну, может быть, у меня тоже маленькие два вопроса, чтобы завершить дискуссию. Первый вопрос. Я правильно понимаю, что ваши кристаллеты сращиваются по ориентированному такому механизму, то есть они всегда ориентированы правильно? Почему спрашиваю? Потому что есть вот много теорий. Одна из известных, это вот наш сотрудник нашего института, Павел Павлович Федоров, он, в общем-то, доказал, что действительно в ряде систем быстрый рост кристаллитов идет по механизму ориентированного сращивания. То есть это вот такая вещь. Вот у вас, так сказать, именно ориентированного заложенного в систему или у вас молекулярная динамика как раз случайным образом это дает как наиболее вероятный механизм? Вопрос понятен? Да, да. Сейчас я пролистаю. Значит, действительно, процесс ориентации, он играет роль, однако вот он играет роль вот именно когда мы говорим именно о мононуклеарном механизме, когда у нас здесь идет вот сращивание действительно двух независимо образовавшихся, потому что они действительно могут ориентироваться по-разному, это занимает большее время, поэтому мы здесь на функции распределения видим, что у нас нет явных пиков, потому что некоторые растут через переход к более сложным за счет слияния, а некоторые растут вот здесь прямо. Здесь играет роль. Но когда мы говорим уже о коалиценции, здесь маленький кристаллит в окружении, он настолько маленький, там порядка десяти атомов, что там уже этот эффект роли не играет. И второй вопрос, очень короткий, как раз по этой диаграмме, очень, так сказать, действительно интересный метод анализа процесса зародыша образования, с вашего разрешения буду использовать наш термин. С другой стороны, что интересно, за пределами этой диаграммы остается динамика. В то же время оказалось, что соединение по 50-молекулярным динамическим траекториям позволило получить некий анализ или некий подход к анализу критических индексов. Это наука, которая была популярна в 80-х, 90-х годах, чисто аналитическими методами, когда рассматривались распады нестабильных, метастабильных растворов, твердых систем. И там разные критические индексы по разным параметрам давали для колесенции, для коагуляции. В этом направлении нет попыток или это бессмысленно делать в данной системе из-за вот такого анализа? Ну, пока мы только… Мы пришли к тому, что у нас действительно здесь в окружении кристаллита образуется разогретая область, и вот в ней образуется вот этот вот маленький кристаллит. Как бы пока дальше не заходили. Понял, понял. Хорошо, спасибо. Так. Коллеги, а у меня микрофон, похоже? Нет. Алло, алло. Все в порядке, да. Все, спасибо. Коллеги, если вопросов больше нет, я думаю, мы можем перейти к следующему пункту повестки дня. Значит, слово предоставляется научному руководителю. Научный руководитель Василий Вячеславович Писарев, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования многомасштабного анализа Национального исследовательного института Высшей школы экономики. Пожалуйста, Василий Вячеславович, в основном, передам вам микрофон, в основном слова о личности соискателя, потому что по науке нам, наверное, все понятно. Спасибо. Ключ. Слышно? Да. Глубковожимые коллеги, глупковожимые члены совета, я хотел сказать, что Лена этим занимается с начала магистратуры, примерно где-то с 2014 года, вот, и очень активно работала, и довольно самостоятельно, вот, вот, обработка вот этих результатов, она, конечно, требует проведения большого количества расчетов, и, ну, это тяжелые расчеты и обработки большого количества данных, вот, и Лена самостоятельно разработала методы для обработки данных, собственно, без которых вот эти картины не были бы получены, вот, подготовила, ну, собственно, интерпретацию получаемой картины с точки зрения механизмов нуклеации, вот, и, ну, в общем, работает очень активно и самостоятельно, ну, вот, видно, последние годы, там, апробация на международных конференциях проведена, да, и вот публикационная активность тоже, ну, достаточно высокая в последний год, получается. Вышло две публикации, и, там, в 2019-м тоже вышло несколько публикаций, вот, поэтому я считаю, что Елена Михайловна является достаточно самостоятельным научным сотрудником и заслуживает присуждения степени кандидата к математическим наукам. Спасибо, спасибо. Вопросы к научному руководителю? Нет у нас вопросов? Ну, вроде бы все ясно, действительно. Спасибо большое, Василий Вячеславович. И, Вячеслав Михайлович, прошу Вас зачитать отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию автореферрат, те, которые имеются в личном деле соискателя. Спасибо. Ну, я зачитаю отзыв ведущей организации в целом, а остальные отзывы только замечания, с Вашим разрешением. Все отзывы положительные, сразу говорю. Значит, отзыв ведущей организации Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт металлургии Уральского отделения Российской Академии наук. На диссертацию Кирова Елены Михайловны «Микроскопическая динамика и механизмы нуклеации в металлических однокомпонентных стеклах» представлены на соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 010407 физико-конденсированного состояния. Диссертационная работа Кирова посвящена исследованию ранней стани образования кристаллитов в металлическом стекле. В работе также рассмотрен процесс образования стекла из расплава путем быстрого охлаждения. Исследование проводилось при помощи метода молекулярной динамики с использованием новых программ для визуализации и анализа результатов расчета. Извините, я так редко читаю слово. Все в порядке. Актуальность на сегодняшний день поведения металлических стекол представляет интерес как с научной, так и с практической точки зрения. В данной работе поднимается интересный и важный вопрос об устойчивости металлических стекол кристаллизации. В диссертации используются новые компьютерные программы, которые позволяют идентифицировать кристаллиты малых размеров и рассмотреть начальную стадию нуклеации. Подробно рассмотрены особенности кристаллических зародышей, показана связь между временем жизни кристаллита и его сферичностью. Результаты, представленные в данной работе в перспективе, позволяют усовершенствовать технологию получения стекол с наименьшим количеством кристаллических дефектов. Поэтому данная тема бесспорно является актуальной. Диссертация состоит из введения четырех глав заключения списка обозначений и списка литературы. Во введении обосновываются актуальность диссертационной работы, приведены цели и задачи, сформулированы положения, выносимые на защиту. В первой главе представлен обзор предыдущих исследований по теме диссертации. Описаны основные теоретические модели нуклеации, приведены основы метода молекулярной динамики, дан обзор основных способов определения перехода системы из жидкого в твердое морфное состояние, перечислены наиболее известные методики и идентификации кристаллической структуры. Описаны новые способы исследования энергетического ландшафта процесса нуклеации. Во второй главе изложена методика получения молекулярно-динамической модели исследуемой системы. Процесс стеклования рассмотрен на примере тонкой алюминиевой пленки. Описан способ получения корреляционных функций сдвигового напряжения. Процесс нуклеации рассмотрен в тонких пленках тантала и молебдена. Также в этой главе представлена новая методика построения двумерной функции распределения в координатах размер зародыша-асферичность. В третьей главе представлены результаты исследования перехода жидкости стекла на примере алюминия при помощи автокорреляционных функций сдвигового напряжения. Предложены новые критерии стеклования на основе изменения асимптотического поведения автокорреляционных функций проявления неравновесенности и появления поперечного звука. В четвертой главе приведены результаты исследования энергетического ландшафта процесса нуклеации при помощи новой методики, основанной на двухпараметрической функции распределения. Новая методика позволяет выявить два механизма нуклеации в металлических пленках тантала и молебдена, ранее известный мононуклеарный механизм присоединения атомов из жидкости к кристаллиту по одному, а также механизм каллиссетции, образование маленьких кристаллитов в окружении большого зародыша и последующее слияние. Также удалось получить параметры долгоживущих кристаллитов. В заключении кратко сформулированы основные результаты работы. Научная новизна и практическая значимость. В работе впервые развита методика одновременного использования в качестве координат реакции таких параметров, как размер зародыша и его асферичность, что позволяет глубже продвинуться в понимании различных механизмов нуклеации. Например, с ее помощью автору удалось выявить преимущественный механизм роста кристаллических зародышей на ранней стадии нуклеации и доказать, что в металлических расплавах рост происходит не только за счет присоединения атомов к зародышу по одному, но и за счет слияния кристаллитов разного размера. Предложенная методика определения параметров долгоживущих кристаллитов, а также понимание механизмов нуклеации, имеет большое практическое значение. Эти знания будут полезны при создании металлических стекол с минимальным количеством кристаллических дефектов. Обоснованность и достоверность научных положений обеспечивается использованием надежных потенциалов, которые хорошо воспроизводят экспериментальные значения. Результаты опробирования новой методики на двух различных системах Малибден и Тантал находятся в согласии. Материалы диссертации были представлены на крупных всероссийских и международных конференциях, соискателям лично и опубликованы в пяти статьях в престижных научных журналах и четырех сборниках конференций. Автореферат достаточно полно отражает основное содержание диссертационной рамки. Замечания. Первое. При рассмотрении зародыша образования не уделяется внимания тому, как ориентируются друг относительно друга сливающиеся небольшие кристаллические образования, находящиеся в неупорядоченной среде. Второе. Не обосновывается, почему для изучения изоборического процесса используется суперячейка со свободным объемом и наличием поверхности в микроканоническом ансамбле, а не обычная суперячейка с баростатом. При этом не приведено данных, подтверждающихся в изучаемых процессах, давление остается постоянным, в то время как быстро меняется температура и объем конденсированной фазы. Процесс кристаллизации заморозное состояние изучается для двух металлов. Это третье замечание. Тантала и молибдена, для которых выбраны принципиально разные потенциалы межчастичного взаимодействия. Для молибдена он сферически симметричен, а для тантала имеет угловую зависимость, что более реально отражает химическую связь веществе. При этом в машинном эксперименте для тантала обнаружен только один механизм роста зародышей через слияние большого кристаллика с маленьким, а для молибдена 2 добавляется механизм, когда к кристаллиту могут присоединяться отдельные атомы. Нам представляется, что этот факт может быть связан с выбором различного типа потенциалов для двух металлов, и этот вопрос требует дополнительного исследования. Четвертое. Интересно было бы понять, чем обуславлен тот факт, что образующие кристаллические зародыши как раз выстраиваются в нужную ОЦК структуру, и какими особенностями взаимодействиями или другими параметрами это может быть связано. Можно ли получить, например, ГЦК структуру, которая также встречается среди переходных металлов? Пятое. Есть замечания общего характера, например, по структуре работы и стилистические. Таким образом, глава занимает, так, обзорная глава занимает около 40% объема диссертации, что представляется избыточным. Некоторые формулы при этом повторяются во второй главе, например, на странице 46 для вязкости. Опять же, для обозначения вязкости и асферичности выбран один и тот же буквенный символ. В главе 3 ни в тексте, ни в рисуночных подписях нет указания, к какому элементу относятся расчеты. В том числе непонятно, с какими экспериментальными данными по вязкости они сравниваются. Слишком жаргонным выглядит придуманный автором термин «максвилизация скоростей». Красиво. Автор часто использует английские термины, когда есть привычные аналоги на русском языке. Указанные замечания никоим образом не умаляют актуальность, научную новизну и практическую значимость результатов диссертационной работы. Заключение. Диссертация Кирова и Елены Михайловны является законченной научно-квалификационной работой, в котором решена важная для физики конденсированное состояние задача, связанная с созданием металлических стекол с минимальным количеством кристаллических дефектов. Работа отвечает всем требованиям положения о присуждении ученых степеней кандидата наук в МФТИ, а ее автор Кирова Елена Михайловна, безусловно, заслуживает присуждение искомой ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01, 04, 07, физико-конденсированного состояния. Отзыв составлен кандидатам физмат-наук Юрьевым, старшим научным сотрудником Института металлургии Уральского отделения РАН. Отзыв рассмотрен и утвержден на научном семинаре отдела материаловения этого института. Руководитель отдела доктор физмат-наук Гольчинский. Подпись Гольчинского Бориса Рафаиловича удостоверена. У меня вопрос. Тут достаточно много замечаний. Может быть, дадим возможность на них ответить. Потом перейдем. Можно я спрошу тогда? В принципе, воля соискателя. Вы можете ответить на все сразу в конце и после замечания оппонентов, либо можете отвечать на замечания по мере их поступления. Как вам удобно? Давайте я потом отвечу. Все вместе. Ну, тогда спасибо. Так, у нас имеется два отзыва на диссертацию. Отзывы положительные. Я зачитаю, как это приметно, только замечание. Значит, отзыв подписанной Тропиненом. В главе 4 автор отмечает, что исследуемые системы демонстрируют значительные отклонения и не могут быть проанализированы аппаратом классической теории нуклеизации. Тем не менее, считаю, что оценка размера критических зародышей в рамках КТН не была бы лишней и позволила сделать дополнительные выводы. Второе. В качестве небольшого недостатка можно отметить название раздела 2.4 диссертации «Вычисление плотности вероятности кристаллических зародышей в пространстве основных параметров формы». Здесь, вероятно, пропущено одно слово. Отзыв Жуховицкого Дмитрия Игоревича, доктора физико-матических наук, Объединенный институт высоких температур. Особенность работы – рассмотрение очень быстрого охлаждения. Однако в работе не сформулирован критерий перехода от быстрого к медленному охлаждению. Не оценивается также максимально достижимая неравновесность, степень близости системы, спина дали. Данное замечание не снижает достоверенности полученных результатов. Поступило два отзыва на автореферат. Авторы отзыва – Левашов, Объединенный институт высоких температур. В качестве замечания следует указать, что при описании главы 3 диссертации в автореферате, автор нигде не указывает исследуемое вещество, что затрудняет восприятие материала. И отзыв Галашов Александр Евгеньевич, институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАМ. Замечание. В автореферате нет ответа на вопросы. Первый. С практической точки зрения хотелось бы знать, как скорость охлаждения влияет на качество стекла. То есть, насколько хорошо стекло, полученное резким охлаждением жидкости. Будет ли сопротивляться кристаллизации при нагревании или спонтанному зародушообразованию. Второе. На основании данных по определению фрагментов новой фазы можно ли дать заключение о существовании спинодали у переохлажденной жидкости. Прошу вас. Спасибо. Ну, я так понимаю, замечание понятно. В конце ответим после всех замечаний оппонентов. Я полагаю, что мы, члены совета, как официальные оппоненты, должны по очереди выступить и свои замечания представить. Виктор Владимирович, может быть, с вас начнем, вам удобно? Хорошо. Пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, уважаемый диссертант. Работа Кирова Елены Михайловны «Никроскопическая детамика механизма нуклеации в механических однокомпонентных стеклах». Безусловно, посвящена актуальной тематике, поскольку в настоящее время интенсивно развиваются и теория, и эксперимент по созданию аморфных металлических материалов, которые обладают достаточно высокими, ну, неожиданно, более высокими механическими свойствами. Комплекс свойств, он позволяет создавать совершенно другие устройства, и это очень важно. С развитием техники, техники эксперимента, развитием технологий, возможности быстрого охлаждения, жидких расплавов расширяются, и это открывает возможности управлять процессами стеклования. Но представляют интерес не только чисто аморфные стеклообразные металлы, также с точки зрения применения представляют интерес и металлы с нанокристаллами, также жидкая матрица стеклообразная и нанокристаллы внутри. Но при использовании всех этих материалов, безусловно, и встает другой вопрос об их устойчивости, стабильности и вот зародыша образования в этих системах, оно является, собственно, и рост нанокристаллов в этих системах является очень важным критерием устойчивости стеклообразных металлических систем. Новизна результатов, безусловно, в работе получены новые критерии стеклования, показана согласованность с ранее предложенными критериями стеклования. Автору впервые удалось получить параметры долгоживущих кристаллитов, эти результаты ранее в литературе не описывались, продемонстрирована согласованность полученных результатов, то есть они внутренне согласованы и тем самым подтверждают достоверность проведенного исследования. Результаты, как я уже говорил об актуальности, имеют и теоретическое значение большое, и практическую важность, поскольку позволяют продвигаться дальше в моделировании, а моделирование экономит многократное время экспериментаторов, чтобы получить уже конкретный материал и в современных условиях, когда развиваются суперкомпьютерные методы, это очень важная часть всего эксперимента. То есть численный эксперимент, а уже точка ставится финишная в эксперименте натурном. Но практически, безусловно, материалы данной диссертации, они уже позволяют прогнозировать некие параметры процессов, как процесс можно организовать экспериментально, к чему стремиться. Но эти работы, безусловно, надо развивать. Результаты достаточно полно опубликованы в литературе. Ущерпывающее количество статей в журналах этого вполне достаточно и все результаты изложены подробно. Автореферат соответствует тексту диссертации. У меня только возникли два вопроса к диссертанту, незначительные. Один, в литературном обзоре автора нет ответа на вопрос, рассматривался ли процесс нуклеации ранее, как двупараметрический? Если да, то какие параметры порядка ранее использовали другие авторы? И второй вопрос. В случае исследования механизма нуклеации пленки молибдена рассматривались ли другие критерии стеклования, кроме другими авторами? Кроме того, который предложен о диссертанте. Данное замечание носит частный характер и не влияет на оценку диссертации в целом. Оценка диссертации положительная. Я считаю, что Кирова Елена Михайловна заслушивает вполне присуждение степени кандидата физико-математических наук в соответствии с положением о присуждении ученых степеней, принятого ФТИ, по паспорту специальности 010407 физика конденсированного состояния. Спасибо. Спасибо, Виктор Владимирович. Коллеги, вопросы к оппонентам вещь формальная, но если не вижу рук, полагаю, что вопросов к оппонентам нет. Тогда с Вашего разрешения продолжим по алфавиту. Михаил Геннадьевич, Вы готовы? Вы нас слышите? Прошу Вас включить микрофон. Все, мы Вас видим. Да, пожалуйста, пожалуйста, Ваше выступление. Я просто напомню всем оппонентам, что важно обязательно отразить замечания и пожелания. Остальная часть отзыва – это на Ваше, так сказать, усмотрение. Спасибо. Хорошо. Тогда, да, тогда я сокращу свое выступление. Прежде всего хочу сказать, что с работой Еленой Михайловной уже давно знакомств, я видел эту конференцию, и, в общем-то, всегда ее выступление будет вполне впечатляющими, интересными и, в общем-то, очень достойно выглядели на международных материалах. Поэтому для меня не сюрпризом была данная диссертация. По поводу тех моментов, которые были впервые получены и выносятся на защиту, я о том, что говорить не буду. Хочу только ответить, ну, на мой взгляд, наиболее яркое, второе, то, что должно быть в любой диссертации, это то, что была предложена новая методика анализа процесса образования исторического зародыша, который учитывает редус размера зародыша, степени от планели асферических форм. То есть это был третий выносимый на защиту результат. Это мой взгляд, он какой-то наиболее очень яркий, очень интересный, и я думаю, что еще будет долго обсуждаться в дальнейшем. Вот. То есть работа производит хорошее впечатление в целом. Тодей по ней более чем предостаточно, на мой взгляд. Есть у меня некоторые замечания, которые я сейчас озвучу. Но прежде всего, что обратило внимание, это то, что очень очень слабый эффект, связанный со стеклованием и температурной зависимости от стеклоемкости. Это в разделе 2.3, а рисунок 2.4. То есть результат был сопоставим с фактической ошибкой, на мой взгляд. И как-то не очень хорошо согласуется с теорией, изложенной в разделе 1.3, и, к сожалению, анализы причин такого несоответствия в тексте диссертации не было проведено. Вот для небольших недостаток. По всей видимости, все-таки здесь мы имеем дело с переохлажденной, а не застеклованной жидкостью, на мой взгляд. При понижении температуры вплоть до 1000 кельвер, либо имеет место другие металлические причины, почему как-то несоответствие. Было полезно провести дополнительный анализ, на мой взгляд. Второе, что, на мой взгляд, тоже недостаток, не хватает диссертации, это общее представление нокалиации, они базируются на равновесах термодинамики. Там количество частиц, в том числе и в этом зародыше, должно стремиться к бесконечности. Ну и понятно, что в этом случае, исходя из того, что энергия должна быть минимизирована на поверхности, должна быть сфера. А в случае, когда у нас, в данном случае, в диссертатах рассматриваются зародыши небольшие, то есть это порядка нескольких десятков атомов, то понятно, что их энергия, она сопоставима с терцепловыми флактуациями. Ну, энергия разрушения такого класса, ну, может быть, чуть больше такого не разрушается, но при этом тепловые флактуации остаются, и, собственно, они могут приводить к тому, что эта поверхность будет каким-то образом меняться, отклоняться от сферичности, вот, и, на мой взгляд, вот, такой первый вывод, который можно сделать, когда я вижу такое нарушение сферичности, то, что это тепловая флактуация. Вот, и здесь бы хорошо было бы, на мой взгляд, провести исследование, может быть, скажем, вот эта сферичность там зависит, во-первых, от размера этих, этих, этих кристаллиц, во-первых, и от температуры, и так зависим, скажем, согласуется с влиянием такой флактуации на них. Вот, это второе замечание. Ну, и третье замечание, ну, такое, в общем-то, как всем диссертациям сейчас применимо, это, в общем-то, оформление диссертаций далеко от идеалного, на мой взгляд. К сожалению, действительно, очень много моментов, которые видно, что, ну, например, диссертация пишет слово «мы», хотя, в общем-то, диссертация подозревает, что это его личная работа, например, да, или, или, ну, то, что много жаргона, я тоже согласиться, что-то из стопей. Вот, и, ну, на мой взгляд, вот такая ошибка не очень хорошая, это везде, в общем-то, при обсуждении результатов компьютерного моделирования пленок, молидены, там, таллы, алюминия, везде почему-то забывают слово «модель», хотя вообще надо понимать, что, вообще говоря, обсуждается не сам тантал, не сам алюминий, а вообще их модель. Да, он хороший потенциал, но в любом случае, те эффекты, которые мы можем наблюдать, они могут быть связаны с теми условностями, которые мы вносим в данную систему, рассматривая, моделируя ее, вот, и пуская какие-то, может быть, важные факторы, которые, может быть, на эксперименте были бы влиять на эту систему, вот, то есть, вот, на мой взгляд, это тоже недостаток, вот, ну, и такие мелкие немские замечания, о которых я, в общем, говорить не буду. Ну, скажу следующее, что вот эти замечания, которые я, о которых я сказал, они, в общем-то, не носят какого-то драматического влияния на общее впечатление, и, мы сказали, ну, зачем, не влияют на общее цифровое. То есть, диссертационная работа Илья Михайловна Кирова представляет собой законченное научное исследование с обоснованной актуальностей, ясно поставленными задачами, детально описанными методами и нормами, но, точными результатами. Вот, поставленный результат, достоверный и защищаемое положение является новым. Факт соискательной публикации является определяющим, диссертация соискательной полностью соответствует требованиям положения от присутствия учебных дней кандидатов доктора физики Матима Чистова, о, кандидатов докторов на УКОФТ-3. Все, спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы к Михаилу Геннадьевичу? Вижу, вопросов нет. Тогда, коллеги, слово предоставляется Григорьеву Федору Васильевичу. Федор Васильевич, мы вас видим, вы нас слышите. Все в порядке, да? Да, все, слушаем вас. Спасибо. Вы меня слышите. Мы вас слышим, пожалуйста. Слышите меня, да? Да, все в порядке, пожалуйста. Спасибо. Я с большим интересом ознакомлюсь с этой работой, потому что понятно, что здесь открывается некое новое поле даже для публикуляторно-динамического моделирования, связанное вот с теми экспериментами 2014 года по сверхпыстрому охлаждению, так, в которых, после которых стало ясно, что вот открывается еще одна возможность для применения методов моего динамики в реальных задачах, связанных с реальными экспериментами. Поэтому, конечно же, здесь автоматически возникает новизна, и актуальность все это в работе безусловно есть. Далее, что важно, видно, что автор, конечно же, владеет всеми методами, необходимыми для анализа моделирования эксперимента и автор-корреляционной функции, их поведения, и методами визуализации, что не менее важно. И, кроме того, автор не только владеет теми методами, которые были разработаны, но и разрабатывает собственные способы, в том числе и анализа результатов, и вот новая модель двухкарометрическая нуклеация с индексами сферичности, все это говорит о том, что автор умеет формулировать свои собственные модели, объясняющие результаты моделирования. Поэтому, в этом плане, здесь, конечно, тоже никаких сомнений не вызывает квалификация автора. Что касается замечаний, у меня есть довольно, на мой взгляд, честное замечание, оно касается того, как проходит охлаждение, каким образом оно осуществляется. Все в том, что мы имеем место, имеет место здесь сверхбыстро охлаждение, понятно, что это очень неравновесный процесс. А если процесс неравновесный, то результат, который мы получаем, он существенно зависит от того, как именно процесс проходит. Вот в эксперименте, насколько я понял, вот из презентации сегодняшней и из текста диссертации, все-таки охлаждение этих пленок, пускаяние тонкие, оно происходит с поверхности, как, собственно, и всегда бывает при охлаждении. В то же время, при мобилировании, молекулярно-динамическом мобилировании, если мы используем обычный термостат, не важно, какой перецен, или какой угодно, у нас происходит охлаждение, дей, нагрев, вообще регуляция температуры по объему. И мне кажется, это довольно существенно может повлиять на результаты. И мне кажется, это стоило бы проверить, то есть попытаться воспроизвести в молекулярно-динамическом эксперименте именно охлаждение с поверхностями. Вот, мне кажется, это такой важный момент. Ну, есть еще мелкие недочеты по оформлению. Я их, в общем-то, сообщил автору в личной беседе, так что здесь повторять не буду. И вот это замечание, которое я сделал, оно, безусловно, не умаляет ценность работы. Оно является законченным исследованием. Все положения сформулированы, они доказываются результатами диссертационной работы. Публикация достаточно опубликована в индексированных журналах хороших, и автор докладывал неоднократно свою работу в конференции. Вкладцы искателя диссертационной работы являются определяющим, и я считаю, что диссертация полностью удовлетворяет требованиям положения о присуждении ученой степени кандидата и доктора наук в ОКТ-3. Спасибо. Спасибо, Федор Васильевич. Коллеги, вопросов нет к Федору Васильевичу? Так, рук не вижу. Все в порядке. Спасибо, Федор Васильевич. Слово предоставляется Александру Евгеньевичу Майеру. Александр Евгеньевич, мы Вас видим, Вы наслышите. Да, мы Вас слышим. Пожалуйста. Хорошо. Ну, работа мне понравилась и по содержанию, и по изложению. На мой взгляд, очень хорошо все сделано. На мой взгляд, опять же, важным являются результаты не только по второй части, по исследованию астеричности, но и интересно было посмотреть, что для анализа аморфных состояний методы, которые основаны на исследовании астерикационных функций двиговых напряжений, они показали свою эффективность. А вот двиговое напряжение – это как раз то, что, в общем, отличает твердое аморфное состояние, как характерная некая особенность. Ну, я, наверное, сразу те замечания, которые у меня есть, прочитаю, да, в публикации, с публикациями все хорошо, вопросы и замечания. Ну, во-первых, как раз тензор напряжений, который анализировался, он обычно вводится как симметричный тензор, а то, что используется в работе, не обладает этой симметрии. Второе замечание. В разделе 3.4 утверждается, что появляется поперечный звук, в то же время показано, что период колебаний, он больше коррелирует с объемной скоростью звука расплава, а поперечная скорость звука должна быть в бое меньше. Можно предположить, что эти колебания действительно отражают некие объемы пульсации, но действительно может быть связаны с переходом в оморозное состояние. Третий пункт замечаний. В работе отмечается, что экспериментально оморозное состояние обладает высокой прочностью, то есть реагирует на изменение формы, в нем возникают достаточно существенные упруги деформации, сдвиговое напряжение, но вот именно непосредственное прямое определение сдвиговых напряжений, возникающих, если приложить к системе какой-то деформации, оно отсутствует, не используется. Возникает вопрос, почему. Четвертое. Известно, что при кристаллизации металлов образуются геометрически сложные структуры, различные гендриты, что связано с преимуществами на определенных кристаллических направлениях. Да, вот как раз по поводу того, что это может приводить к асферичности. Пятое замечание о том, что при кристаллизации происходит выделение скрытой теплоты плавления и разогрев прилегающей к кристаллитовой области. Это в работе отмечается. Для продолжения кристаллизации, чтобы вот дальше зародыш рост, теплота должна достаточно эффективно отводиться. В металл существенная часть теплопроводности – это электронная теплопроводность, но в мореприарно-геномическом моделировании или в обычном электрониках система отдельно не рассматривается, и теплопроводность считается только атомарным механизмом, но она существенно меньше. Это может приводить к завышению перегрева и искусственному ограничению скорости роста зародыша по классическому механизму, то есть путем присоединения отдельных атомов. Ну и да, вот некоторые опечатки и прочие, это вот с той замечания, которая нет смысла отдельно озвучивать. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Евгеньевич. Коллеги, есть вопросы к Александру Евгеньевичу? Так, вижу, вопросов нет. Спасибо. Тогда Юрий Дмитриевич, Вам слово. Мы Вас видим, Вы нас слышите. Да, микрофон включен. Меня слышно? Да, слышно, пожалуйста. Хорошо. Ну, я, пожалуй, долго говорить не буду. В целом диссертация мне понравилась, поэтому давайте я озвучу вопросы и ограничимся этим. У меня возникло несколько вопросов. Ну, во-первых, в диссертации для вычисления вязкости применяется промолин Грена Кубо. Промолин Грена Кубо все-таки был предложен в других условиях. Во-первых, он обосновывался в НВТ-ансамбле каноническом, а не в НПТ. Во-вторых, в однородной системе, а не в системе со стенками. Поэтому возникает вопрос, насколько он здесь вообще применим и какие могут возникнуть ошибки из-за его применения. И второй вопрос. Вот в параграфе 3.4 говорится о появлении поперечного звука. Ну, в данном случае мне этот термин представляется крайне неудачным. Причем из двух слов поперечный звук неудачны оба. Слово звук неудачно, потому что под звуком подразумевается, как правило, колебание плотности, а здесь у нас изучается автокорреляция напряжения. Соответственно, это уже вводит читателя в какую-то эту степь. Слово поперечный неудачно, потому что здесь под поперечным подразумевается то, что распространяется от одной стенки пленки в другой. Когда мы говорим о продольных и поперечных волнах, все-таки это подразумевается связь между направлением колебаний и направлением распространения волны. То есть, опять же, терминология запутывает. Ну и у меня еще был вопрос по поводу толщины пленки, эффектов конечного размера. Я его уже задал во время доклада. Ну, в целом, эти недостатки мне не представляются существенными. Диссертация хорошая. И мне кажется, что Елена Михайловна достойна присуждения и степени кандидатов из мат.наук. Спасибо, Юрий Дмитриевич. Коллеги, вопросов к Юрию Дмитриевичу нет. Еще раз спасибо. И тогда, наверное, в заключении оппонентов я кратко зачитаю свой отзыв. Но, уважаемые коллеги, я полностью присоединяюсь к вашему мнению, что это действительно квалификационная работа, выполненная на высоком уровне, обладающая научной ценностью. И, в общем-то, ну, я бы сказал, она построена совершенно классическим образом. Четко изложена актуальность задачи, сформулированы актуальность проблемы, сформулированы цели и задачи, сформулированы положения, выносимые на защиту, работа достаточно хорошо опробирована, опубликована. То есть, в целом, замечаний нет. И результаты, ну, можно сказать так, достаточно выдающиеся, если трактовать их в таком техническом смысле слова. То есть, именно, что они четко понятны и, в общем, абсолютно доступны для дальнейших, так сказать, каких-то исследований и анализа этих систем. Я просто кратко остановлюсь на тех замечаниях, которые у меня возникли по ходу чтения диссертации. Значит, первое замечание касается температуры стеклования по километрическому критерию, указанной рисунке 3 и 4. Там две линии, красные и черные, они не соответствуют значениям, которые на том же странице 62 приводятся в тексте. То есть, причина расхождения была непонятна. Там 600 и 575, но я точно отразил это в тексте замечаний. Второй вопрос касается критерий определения радиуса обрезания для выделения металлических кластеров. На рисунке 2 и 6 показано, что для тантала зависимость числа атомов в металлическом кластере выходит на плато при существенно меньших значениях порядка 0,3 нанометра, чем то, что показано на рисунке. А на мой взгляд, от выбора данного параметра могут зависеть результаты кластерного анализа, выполненного автора. Третий вопрос относится к результатам анализа автокорреляционной функции сдвигового напряжения в плоскости перпендикулярной пленки. Автор зафиксировал появление отрицательных значений при температурах порядка 700. Эти температуры заведомо превышают температуру стеклования системы. Это рисунок 3.1b, и они были видны в докладе. Так, на мой взгляд, эти отрицательные значения указывают на передамфированный характер поперечных колебаний в системе. И в принципе, эти временные зависимости тоже могли бы быть автором проанализированы для того, чтобы коэффициент затухания может быть с большой ошибкой или большой покрешностью, но все-таки можно было оценить непосредственно окрестность и начало перехода в неравновесное состояние. Ну, замечание, которое прозвучало одинаково обозначение для вязкости и асферичности, уже отметили другими. Ну, и небольшое количество опечаток, которые обычно диссертациям свойственны, в тексте, к сожалению, тоже присутствуют. Тем не менее, я хочу сказать, что, конечно же, все эти замечания ни в коем случае не снижают высокой научной оценки диссертационной работы Иваны Михайловны Кировой. Считаю, что работа выполнена на высоком уровне. И полностью соответствует требованию положения присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук МФТИ. А сама соискатель, конечно же, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физмат.наук по специальности 010407. Коллеги, если вопросов нет, мы, наверное, будем считать, что выступления оппонентов закончены. И слово предоставляется Елене Михайловне. Елена Михайловна, вам кратко предстоит ответить на все вопросы оппонента. Пожалуйста. Так. Значит, уравнение Грина Куба для вычисления вязкости было изначально получено для канонического ансамбля. В диссертации применяется моделирование при постоянном давлении. При этом не обсуждается возможность обобщения Грина Куба на этот случай. Ну, тут действительно стоит сказать, что автоколлиционные функции были получены в данной работе в НВЕ ансамбле. Однако в работе не рассматривается стандартное моделирование при постоянном давлении, потому что мы рассматриваем пленку, которая сама регулирует и удерживает давление постоянным, и нет никаких внешних сил, которые бы прикладывались. Однако это справедливое замечание, и было бы интересно посмотреть, какие поправки оно вносит в формулу Грина Куба. Но еще стоит отметить, что мы здесь не делали ставку на точность вычисления коэффициентов переноса. Мы здесь рассматривали именно динамику изменения автоколлиционных функций. Поэтому подобный анализ был бы действительно полезен. При обсуждении осциллирующего... Да, про колебания и важность конечного размера я уже ответила. Значит, из текста диссертации остается неясным критерий определения радиуса обрезания для выделения кристаллических кластеров. Значит, здесь я перевела вот этот рисунок из диссертации. А здесь стоит отметить, что действительно, когда мы строим зависимость радиуса обрезки и количество атомов в кластере, у нас действительно вначале идет резкое изменение, потом выходит на плато, и после этого снова начинает резко меняться. Здесь очень важно, чтобы радиус обрезки был выбран именно с этого плато. И учитывая, что мы в основном исследуем кристаллические кластеры при размере от 20 до 200 атомов, у нас действительно функции распределения меняться будут незначительно. Значит, при рассмотрении зародыша образования не уделяло внимания тому, как ориентируются друг относительно друга. Но я действительно, я уже ответила на этот вопрос. Этот факт отмечается, что здесь у нас идет слияние двух независимо ориентированных, двух независимо образовавшихся кристаллитов. И, ну, так как это явление было, есть много работ, где это явление изучено, мы на этом внимании не заостряли. Вот. Значит, при анализе автокреационной функции сдвига напряжения в плоскости перпендикулярной плонки зафиксировано появление отрицательных значений. Отрицательное значение указывает на передемпфированный характер и о том, что действительно вот эту автокреационную функцию можно было использовать для оценки вот этих вот, для точек, для более точной оценки температуры появления звука. Здесь я соглашусь с автором вопроса, однако стоит отметить, что здесь вот эти автокреационные функции мы использовали не такое большое количество независимых траекторий, поэтому если бы мы претендовали на точность, ну, на более высокую точность, то здесь стоило бы, конечно, провести, построить автокорреляторы с более большим количеством статистики. Вот, поэтому мы посчитали, что здесь более оптимально будет использовать именно аппроксимацию. Так, а не обосновывается, почему для изучения изоборического процесса используется суперячейка со свободным объемом, а не обычная суперячейка с баростатом? На самом деле на этот вопрос есть ответ в диссертации. Мы не используем баростат, так как непонятно, как он будет влиять на динамику вот именно образования вот этих маленьких кристаллитов, потому что баростат, баростат – это какие-то фиктивные силы, которые будут урезать. А так как мы исследуем именно образование маленьких кристаллитов, здесь мы посчитали, что правильнее будет использовать именно НВИ ансамбль. Значит, не приведено данных, подтверждающих, что в изучаемых процессах давление остается постоянным. Это действительно так, и мы согласны с тем, что они бы действительно дополнили картину. Однако стоит отметить, что в эксперименте сверхбыстрое охлаждение также проводится для систем с свободной поверхностью. И если моделировать с баростатом, то возникает сложность с подбором параметров. То, что если слишком медленный, то это будет неэффективно, а если слишком быстро, то мы можем очень далеко уйти от реальной физической картины. Значит, как отмечается в работе, экспериментально аморфное состояние отличается повышенной прочностью, то есть должно реагировать на… Значит, почему, несмотря на многочисленные косвенные методы определения перехода, в МД не используется прямой метод приложения сдвиговой вязкости. По этому поводу ранее у моего научного руководителя проводилась беседа с Вадимом Баниаминовичем Брашкиным. И действительно, мы проконсультировались и получили ответ, что действительно приложение очень больших напряжений, оно просто может привести к расколу или… Ну, это достаточно сложно смоделировать и найти вот эти параметры прилагаемой силы. Поэтому… Но хотя такой анализ бесспорно представляет интерес и, возможно, мы в будущем займемся этим. Значит, известно, что при кристаллизации расплавов образуются геометрически сложные структуры дендриты. Да, действительно, есть… Значит, в наблюдаемом процессе, когда мы говорим о колесценции, у нас возникает разогретая область и происходит слияние непосредственно… Слияние с кристаллитом непосредственно в ней. Так что, да, у нас есть какое-то предпочтительное направление роста. Поэтому, да, схожесть с дендритами… Да, у наших результатов с дендритами действительно имеется. Значит, при кристаллизации происходит выделение скрытой теплоты, плавления и разогрев прилегающей к кристаллиту области. Значит, да, это про то, что… Да, про теплоотвод и про моделирование именно охлаждения и зависимость от термостата. Да, действительно, это очень хороший вопрос. И… Но мы просто пока еще… А, это… Нет, это… Значит, это про фронт кристаллизации, что в металлах существует часть теплопроводности и за счет свободных электронов. Это, да, это тоже очень хороший вопрос. Мы действительно в дальнейшем планируем рассмотреть вот этот процесс кристаллизации при помощи двухтемпературной модели. Вот, да, в работе изучается неравновесное состояние конденсированной фазы, полученной в сфере быстрого охлаждения. На наш взгляд, изучение влияния способов охлаждения моделирования атомистического кластера было уделено недостаточное внимание. Здесь я также соглашусь с автором. Действительно, очень важно, каким образом проводится охлаждение нашей системы. И да, мы действительно планируем рассмотреть зависимость результатов от вида термостата. Значит, в литературном обзоре нет ответа на вопрос, рассматривался ли процесс нуклеации ранее как двухпараметрический. Если да, то какие параметры использовались? Это тоже очень хороший вопрос. В диссертации я, к сожалению, не написала об этом. Процесс нуклеации действительно рассматривался как двухпараметрический, однако использовались такие параметры, как параметр порядка и плотность, и размер, и параметр порядка. Поэтому стоит сказать, что наша работа, ее преимущество рассмотрения параметра нуклеации как в координатах размер параметра асферичности еще заключается в том, что асферичность – это очень доступный параметр, его можно видеть в эксперименте при помощи специальных техник. Поэтому, что в отличие от параметра порядка. Значит, в случае пленки малибдена рассматривались ли другие критерии стеклования. Действительно, мы проводили проверку наших результатов, перешла ли система в твердоморфное состояние стекло при помощи других критериев. Мы рассматривали изменение энергии с температурой, рассматривали изменение атомного объема и изменение положения пиков парной корреляционной функции. И также получили схожие температуры. Поэтому здесь я также отвечаю на вопросы Михаила Васина, что да, все-таки мы здесь имеем дело именно с веществом в стеклообразном состоянии. Значит, с практической точки зрения хотелось бы знать, как скорость охлаждения влияет на качество стекла. Насколько хорошо стекло, полученное резким охлаждением жидкости, будет сопротивляться кристаллизации при нагревании или спонтанному зародышу образованию. Полученные результаты в работе показывают, что при очень высокой скорости охлаждения у нас получается, мы на функции распределения наблюдаем более ярко выраженные пики долгоживущих кристаллитов, то есть такие кристаллиты живут долго. И лучшая устойчивость к кристаллизации еще обуславливается тем, что у нас сменяется основной механизм, переход к более сложному, более медленному, более менее вероятному механизму через именно присоединение маленьких кристаллитов. Значит, на основании данных по определению фрагментов новой фазы можно ли дать заключение о существовании спинодалии при охлажденной жидкости? И в работе не оценивается также максимально достижимая неравновесная степень близости системы к спинодалии. Но здесь нужно отметить, что это очень хороший процесс, однако результаты, приведенные в этой работе, по ним мы не можем судить о степени, о близости нашей системы к спинодалии. У нас не наблюдалось спонтанной кристаллизации, у нас были долгоживущие кристаллиты, можно только сказать, что мы от спинодалии далеко. Значит, в главе 4 автор отмечает, что исследуемые системы демонстрируют значительные отклонения и не могут быть проанализированы аппаратом классической теории нуклеации. Тем не менее, считаю, что оценка размеров критических зародышей в рамках КТН не была бы лишней, позволила бы сделать дополнительные выводы. Ну и здесь, значит, это не совсем так. В данной работе была предпринята попытка использования методов для оценки среднего времени жизни метастабильного состояния критического размера, основанного на классической теории нуклеации. Значит, однако в первом случае мы получили явное отклонение от экспоненциального закона, а во втором случае, значит, мы получили вот эти зависимости МФПТ от размера, однако, так как у нас только часть траекторий переходит в кристаллическое состояние, и в них образуются долгоживущие кристаллиты порядка 50 атомов, не совсем понятно, как учитывать эти траектории. Поэтому, ну, нельзя, поэтому вот эти, вот эти зависимости, они далеки от действительной картины, по ним действительно ничего нельзя сказать. Значит, да, возвращаясь к этому вопросу, очень слабые эффекты связаны со стеклованием на температуре зависимости от теплоемкости в разделе, вот он рисунок 2.4, сопоставим с эстетической ошибкой и не согласуются теории, изложенной в разделе 1.3. Но здесь я позволю себе не согласиться с автором вопроса, потому что как в случае, как у нас получилось, так и в теории, действительно, у нас есть излом, есть изменение теплоемкости. Здесь изменение теплоемкости порядка у нас, порядка 15%. Стоит отметить, для сравнения, когда мы говорим о переходе жидкость кристалл, о кристаллизации, у нас теплоемкость изменяется примерно на 20%. То есть здесь вот эти изменения теплоемкости, они сопоставимы, что также говорит о переходе в твердое состояние. Поэтому здесь все-таки речь идет о стекле. Не является ли обсуждаемой в работе асферичность просто результатом тепловых флуктуаций поверхности кристаллитов? Здесь на самом деле в третьей главе отмечается, что при маленьких размерах мы получаем вот этот большой пик, большой размитый пик из-за погрешности определения параметра асферичности и размера, и также из-за тепловых флуктуаций. И также тепловые флуктуации здесь играют роль. Мы видим это из размытия вот таких вот пиков. Но все-таки несмотря на тепловые флуктуации, мы все-таки можем разделить на два механизма, выделить здесь два пути. А при более высоких температурах мы, к сожалению, не анализировали функции распределения. Скорее всего, это будет сложнее, потому что эти пики будут размыты еще сильнее. Но в дальнейшем мы рассмотрим этот вопрос. Так, в разделе 3.4 утверждается о появлении поперечного звука. В то же время показано, что период колебаний связан с объемной скоростью звука расплава, а поперечная скорость звука для алюминия почти вдвое меньше. Можно предположить, что анализируемые колебания поперечной функции отражают неоднородные вдоль пленки объемные пульсации. Да, это очень хорошее замечание, однако методы анализа, которые использовали в данной работе, не позволяют на него ответить. В дальнейшем мы действительно рассмотрим этот вопрос на основе поведения параметра порядка. Так, и последний вопрос. Тензор напряжения обычно вводится как симметричная мера. В 2,2 симметризация слагаемой силы не проводится. Не нарушает ли это симметричность рассчитываемых напряжений при перестановке индексов х и у? Да, это на самом деле очень хороший вопрос. В случае, значит, на слайде я перевела такую формулу для случая парного потенциала. Здесь мы видим, что у нас симметризация проводится, что вот эта функция, она симметрична. Однако в случае, однако в ЛАМСе, который мы использовали для расчета автокоррекционных функций, там имеется особая сложная методика для расчета сдвигов напряжений. Она описана в этой статье. Там, к сожалению, не дано ответа на то, сохраняется ли симметрия вот этой функции. Однако стоит отметить, что там проводится разделение пространства на такие группы, где сумма сил равна нулю. Так что я думаю, что все-таки эта функция будет симметрична даже в случае многоатомных потенциалов, которые мы использовали. А с остальными замечаниями я полностью согласна. Спасибо, Елена Михайловна. Коллеги, мы удовлетворены ответом соискателя на наши замечания? Или есть какие-то дополнительные вопросы и комментарии? Пожалуйста. Судя по реакции всех членов совета, мы полностью удовлетворены ответом соискателя. Когда основная часть нашего заседания закончена, мы переходим к следующей части. Дискуссия. Кто-нибудь желает высказаться по диссертации? Ну, раз тишина, давайте так. Поскольку мы много сказали, и у нас отзывы оппонента были неформальны, я тогда как председатель просто подведу краткие итоги. Мне тоже очень понравилось, что действительно диссертация не просто выполнена как квалификационная работа, но полностью соответствует новым тенденциям физики конденсированного состояния. Сам я как преподаватель физтеха в течение 20 лет, рассказывая студентам об аморфных феромагнетиках, говорил о том, что в случае аморфных феромагнетиков нужна стеклообразующая добавка, в качестве которой выступает Бор. Вообще аморфные феромагнетики это сплавы. И все время говорил студентам о том, что если быстро охладим, мы можем получить мгновенную фотографию расплава. И вот очень рад, что первое, это удалось сделать экспериментально, и второе, что это, так сказать, немедленно удалось описать теоретически. И вот то направление, которое выбрала Елена Михайловна, по-моему, ни у кого из нас не вызывает сомнений, что это направление не просто работа, которая завершена, но это работа, которая является фундаментом новых исследований в этой новой интересной области физики конденсированного состояния. И я думаю, я не буду больше останавливаться на достоинствах работы. Недостатки были отмечены, часть парированы, часть согласились. Чем выше уровень работы, тем выше уровень замечаний. Тут мы, наверное, все согласимся. Поэтому я полагаю, что вопросов у нас не осталось, что Елена Михайловна заслуживает присуждение степени кандидата физико-математических наук. Ее работа полностью отвечает положению по степенях, еще раз повторюсь, и всех коллег призываю присоединиться и положительно проголосовать при тайном голосовании. Если замечаний нет, мы тогда дискуссию закончим, коллеги, все за это. И заключительное слово дается Елене Михайловне. Прошу внимания. Спасибо большое. В общем, я благодарю своего научного руководителя Писарева Василия Вячеславовича. Также я благодарю начальника нашего отдела Владимира Владимировича Стегайлова и главного научно-сотрудника Генрия Гарвича Нормана за помощь в написании этой работы, в постановке задач. Также благодарю всех своих коллег, благодарю всех тех, кто принял участие в самой защите диссертации. Всем большое спасибо и всем всего хорошего. Спасибо. Коллеги, у нас остался последний этап. Нам надо выбрать счетную комиссию и провести тайное голосование. Я понимаю, что на время выборов счетной комиссии и тайного голосования мы, наверное, соискатели, научные руководители должны попросить удалиться. Я правильно понимаю? Или это не возбраняется, не регламентируется? У нас все тайное голосование явное. Но, вы знаете, предыдущий просто Юрий Матвеевич звонил каждому из этих самых, спрашивал мнение. Мы не можем. Это правильно. А если бы они еще смс-ку прислали? А, коллеги, может быть, действительно, действительно, вот смс-ки прислать. Да, мы тогда регламент. Ну, они вам должны присылать. Можно мне, я телефон свой дам. Как ученый-секретарь. Если они скажут, да, это запишется. А, нет. Нет, коллеги, это будет... Да, да, мы не можем, мы не можем. Да, да, да. Тайное голосование это только смс-ки. Или вам, или мне вы как председателю. Нет, нет, не председателю. Не председателю. Потому что, чтобы соблюсти тайну, вы не должны знать уже результат. Да, да, да. Секретарь все знает. Сейчас даю свой телефон. Коллеги, сейчас, сейчас Вячеслав Михайлович вам продиктует телефон. Наверное. Можно продиктовать. Я хотел написать, но понятно. Не, 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 коллеги. Плюс 7, 9, 0, 3, 5, 0, 6, 8, 6, 5, 3. И пусть напишут, наверное, как на всякий случай, ну, фамилию хотя бы. Ну, фамилия, да, кто... Потому что у меня вы отсутствуете в контактах. Поэтому напишите свою фамилию и голосование, да, нет. Коллеги, тогда, поскольку мы втроем, два члена ученого совета и Вячеслав Михайлович присутствуют здесь, я предлагаю в качестве, в счетную комиссию избрать в составе трех, как сказать, представителей, наверное, да. Да, двух членов совета и ученого секретаря. Это регламентировано положением. Значит, в комиссию предлагается избрать Иванова Виктора Владимировича. Значит, в комиссию избрать Никипелова Вячеслава Михайловича, ученый-секретарь, имени Аглушкова Владимира Витальевича. Вот сейчас прошу голосовать открыто. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Поднять руку. Так, вижу. Кто против? Нет. Воздержавшихся? Нет. Принято единогласно. Коллеги, тогда приступаем к голосованию. Спасибо. Ну, вы можете просто, Ирина Михайловна, выйти в зал вот так, наверное, да, чтобы как бы мы соблести. Вне тайны. Ну, или в коридор, или там на задний ряд сесть. Как вам удобно? Потому что мы, в принципе, уже тут тайна, но есть тайна, как в обычном совете. Все, коллеги, голосование начинается. Я оставлю дальность. Наверное, останавливать запись не стоит, потому что... Вы знаете, не останавливайте, как говорится, чтобы не было никаких вопросов, хоть это и наша аттестационная комиссия, Фистеховская, тем не менее. Так. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Дополните два. Дополните два. В принципе, достаточно одного. Все документы в одном из жертве идут. Они в одном, да? Да. Значит, вот единственное, что они принесли, что это вот эту последнюю страницу заключения. Там Юрий Матвеевич указан. Я подпишу то, что есть. Или перепечатать. А это заключение? Да. Заключение. Или перепечатать. Сходим потом с вами. Чтобы не возвращаться уже к этому. Ну, давайте подписывайтесь. Ну, давайте. Ну, это потом, чтобы еще и не забыть. Давайте. А кто заключение принес вам? Кто печатал? Елена Михайловна. Елена. Ну, она пусть тогда... Может, она сразу принес? Нет. Сейчас. Ладно. Потом. Ну, сейчас мы закончим уже. Закончим, да. Она документы готовит все равно на подачу соискателей. Ну, в принципе, она и ко мне может приехать. По матрасе и по Москве, но... Ну, вы же будете тут 25-го. В 25-го я буду. Если это не проблема, то тогда 25-го. В 25-го, конечно. Я буду в соседнем вороне. Мне сказали, там, на третьем этаже, на техническом корпусе. А, вот прямо в втором этаже? Да-да-да. Прямо тут. Там 305-й или 37-й. Здесь, наверное, ручкой потом, Вячеслав Михайлович, надо заполнить. Только вот здесь написано, напечатано... Ну, они зря председателя написали. Вот это не надо было. Вот если тогда ручкой напечатать... Написать ручкой потом. Хорошо. Члены счетной комиссии, председатели, члены и все. А я здесь распишусь и фамилию. Да. Тут же кто угодно может это написать. Конечно, конечно. Угу. Тогда вот это надо будет использовать. Да. Хорошо. Вам ручку дать? Нет, лучше другое. Ну, давайте, на всякий случай. Разучился писать уже. Да не говорите, с компьютера еще... Раньше так и... Так, а тут состав комиссии просто Иванов, да, там они зря написали должности. А, а почему? Нет, 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 здесь не надо писать позиции в Совете. В Совете. Здесь позиции. Я напишу сейчас, да, напишу сейчас. Ну, то есть, пишут тогда Иванов, председатель и члены комиссии. Иванов, Ложков, Никита. Да. Так, ну, сейчас заполним, потом околочим, наверное, да? Да. Так, а я же сейчас пригласить должен. Может, протокол комиссии зачитываю вам? Присутствие, да. Присутствие. Тогда я не знаю, нужно... Нужно... Это не нужно, это старые сетки. Да. Ну, давайте, да. Вот, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, все, вижу, присутствуют. Слово предоставляется представителю счетной комиссии. Пожалуйста. Так, уважаемые коллеги. Счетная комиссия диссертационного совета в составе Иванов, председатель, Глушков, Никитилов, члены счетной комиссии, подвела результаты работы комиссии. Значит, процедура голосования проведена в строгом соответствии с требованиями положения присуждения ученых степеней кандидатов наук МПТИ. Общее количество бюллетеней, розданных шесть, нерозданных нет. Результаты голосования членов диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени Кирова Елене Михайловне за голосов шесть, против ноль, воздержался ноль, недействительных бюллетеней нет. Должны утвердить протокол счетной комиссии. Коллеги, прошу всех проголосовать, прошу утвердить протокол счетной комиссии. Кто за? Так. Сейчас. Да, Федор Васильевич, вижу. Вижу, коллеги. Кто против? Кто воздержался? Ну, проголосовали единогласно. Шесть за. Все. Коллеги, значит, спасибо. Результаты голосования утверждены. Значит, до закрытия заседания у нас остался один вопрос обсуждения заключения по диссертации. Мы, в общем-то, согласовали заключение заранее по почте. Замечания, по-моему, все были учтены. Скажите, пожалуйста, дополнительные замечания по содержанию заключения есть? Я не знаю, может быть, их исправили. Там, значит, кое-где, ну, такие запятые и кое-где, я не знаю, вот они, например, одиннадцатый пункт там, почему, несмотря на многочисленные космы методы, там запятая пропущена. Почему? Да, уважаемые коллеги, ну, это, видимо, проверим, да? Да, да. Вот такие мелочи. Да, у меня вот есть пожелание практической значимости несколько расширить текст. Вот результаты работы, как тут написано, в перспективе позволят улучшать технологии создания металлических стекол, добавить в том числе с нанокристаллическими включениями. И в конце еще добавить и прогнозировать параметры устойчивости, к условиям эксплуатации метастабильных, нет, металлических стекол. Чтобы пошире звучало. Полностью согласен, коллеги. Предложение Виктора Владимировича все поддерживают. Так что я думаю, да, Михаил Геннадьевич сказал там по запятым. И вот содержательное замечание. Полностью присоединяюсь. Коллеги, давайте утвердим заключение, тогда в общем примем. Голосованием тоже. Кто за заключение, прошу, с изменением прошу проголосовать. Так, вижу шесть за. Против, воздержавшихся нет. Принято единогласно. Коллеги, тогда пользуясь правилом председателя, я от имени членов совета поздравляю Кирову Елену Михайловну с присуждением ученой степени кандидата физико-математических наук и желаю ей здоровья прежде всего и дальнейших успехов. Так что вот аплодисменты, конечно, здесь мы можем как можем, да. Вам аплодисменты. Еще очень рад, что в школе Генрия Эдгаровича Нормана прибавился еще один кандидат наук. Так что дальнейших вам успехов. До свидания. На этом объявляю заседание закрытым. Да. Все. Коллеги, поздравляем и большое спасибо вам за участие в такой интересной защите. Дорогие коллеги, всем здоровья и до свидания. До новых встреч. Большое спасибо.